Приветствую вас! Давайте разберём ваши вопросы. Мой сын пошёл в первый класс и было хорошо, пока один мальчик не начал его бить. Мой сын слабохарактерный и драться не умеет. В садик не ходи. Я так понимаю, что вы без мужчины. И у ребёнка нет мужской фигуры. Так вот, ребёнку необходима мужская фигура, которая научит его вести себя в соответствии, а не избегать конфликтов. Соответственно, мужская фигура не обязана быть вашим мужем, но если у вас есть проблематика в отношениях с мужчинами, это может влиять на вашего сына. Безо оскорблял тот мальчик его две недели. Я говорил с сыном, не обращая внимания, не связываясь, не хотела конфликтов в начале учебного года. Конфликт таково с кем? Если вы боитесь конфликта, то это страх осуждения. С этим нужно, ну, как бы работать. Да, то есть, что такое страх осуждения? Страх осуждения – это про то, что я боюсь меня, боюсь, что меня осудят. По факту это означает превалирование, вот, наверное, так я это скажу. Превалирование над собственным видением видение других людей. То есть, себя я обесцениваю, да, а вот то, что думают другие люди, наоборот, возвышал. Через две недели мой сын пришел со сломанным замком на кофте. Я пошла отремонтировала за 1800 и ничего родителям не сказала. Шлим родителям. Подошла к учителю и попросила поговорить с детьми. Она молодая, работает года. Первый год. Значит, здесь вы пишете про стыд. Раз вы ничего не сказали родителям, значит, вам стыдно. Вы пошли, отремонтировали за 1800. Обратите внимание, что вы написали сумму. Здесь, как будто бы, пассивная агрессия. Дальше. Значит, оскорбления продолжались, пока мы сын не дал ему отпор. Ну, то есть, как бы, мальчик решил сам решить вопрос. Его мать подняла всех на уши. Очень скандальная женщина входит в родительский комитет. Плюс она фотограф, и никто не хочет с ней портить отношения. Окей, окей. Окей, окей. Может быть, на самом деле никто не хочет, как вы говорите, портить, ну, портить отношения с ней. А вам-то какая разница? Какое вам дело до того, кто хочет с ней портить отношения, а кто нет? И здесь мы переходим к другой проблеме. К проблеме одиночества. Вы боитесь одиночества. Судя по всему, боитесь вы? Осталась одна? Или как? Так. Дальше. Все ее боятся, все на ее стороне. Жертвенная позиция. После она в чате написала, хочет сделать фотосессии для детей, когда были готовы фото моего сына, она вообще не фотографировала. А вы ждали, что она будет это делать? Я общалась с одной мамой, но та мама очень боится ее и просто перестала со мной здороваться из-за нее при ней. Но если мне школу мы видим, мы видим, что ситуация останавливается. Мне обидно, что делать в этой ситуации. Работать с обидой. Потому что вас это задевает. И потому что у вас есть ожидания. То есть это ваш внутренний конфликт, противоречие. Который вы переносите, перекладываете на своего ребенка. Вот. Плюс страх одиночества, например. Прочувствовать, что какая-то вы не такая. Вот. Понимаете? Как-то так. Вы пишите, что делать в данной ситуации. Ну, сначала работа с обидами. С психологом. А дальше уже будет видно. Я не думал, что профессия фотограф настолько важнее уважаемого. Дело не в профессии, а в социальной структуре того общества. То есть социальной, точнее, группы, в которой вы находитесь. Сама по себе профессия просто профессия. Но если она накладывается на личность человека. Так. Вот. Ну, это становится вот. Таким инструментом. Какой-то манипуляции, да. Либо. Ну, либо. Либо манипуляции, либо. Продвижение своих интересов. Проблематика здесь, на самом деле, двойная. Первое, это ваши собственные противоречия, конфликты и страхи. И травмы. И второе, это отношения с сыном. И то, что вы ему транслируете. Третье, это ваши отношения с мужчинами. Потому что на своего сына вы переносите свое отношение к мужчинам. Будучи неуверенной в себе и чувствуешь себя слабой, вы их боитесь, мужчин, скорее всего. И вы заставляете своего сына быть не угрозой вам и не угрозой другим. Тем самым, не давая ему возможности элементарно себя защищать. Как-то так. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго.